Во времени суток всем, дорогие друзья, с вами наконец-таки Каспер, и мы начинаем смотреть... Сейчас, а то... Нет. В общем, начинаем смотреть мы турнир The Summit, сейчас мне состоит компанию мой хороший товарищ, он же Dead Angel, и сейчас мы его набираем, и... И... Да, всем привет, котятки, естественно. Так, это мне, в принципе, не особо нужно. Ну что, NextKZ против Relax, у нас сегодня очень много матчей, я вот вам даже сейчас постараюсь сказать, по возможности, какие конкретно матчи у нас на сегодня. Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Во, Next против Relax, Fnatic Next, Fnatic Relax, Dog Relax, RockSkiss VP, Dog VP. О-М-Ф-Г, друзья, это просто грязь. Сегодня целых шесть матчей, и все матчи просто какие-то чумачичьи. Вот, без преуменьшения, преувеличения, в общем, как оно есть. Ну что, из тех матчей, которые, наверное, больше всего хотелось бы посмотреть, это все игры с релаксами, естественно, они навсегда нравят смех, радость, веселье. Дальше, RockSkiss, Virtus.pro, я думаю, будет неплохая заруба. И TeamDog против Virtus.pro, возможно, тоже что-то получится неплохое. Но это, ладно, это уже совсем другое дело. Ладно, надеюсь, со стримчанским все нормально. Да, вроде бы... Я уже не знаю, сколько ничего не комментирую. Я десять дней отдыхал. И... Надеюсь, не слишком наотдыхался. Да, здравствуй. Да, всем привет. Так, погоди, погоди. А ну, поговори еще что-нибудь. Да, привет, я пытаюсь что-то говорить. Как ты меня слышишь? Вот, я сейчас тебя буду слышать чуть хуже. А ну, давай еще говори. Вот, сделай что-нибудь, чтобы можно было слышать, и потом расскажи, что ты отдыхал. Вот, вот ты примерно вот... Я? Да, я, короче, отдыхал, халявил, билбайдыки, пинал органы. В общем, занимался чем угодно, кроме доты. Я сейчас зашел, например, во вкладочку меню в доте, и немного охренел, потому что хотел всего лишь поправить ползунок с камерой, а в результате реально охренел, потому что его я там не сразу нашел. Ну, на самом деле, новые обновления, это круто. Наконец-то. Наконец-то проще стало. Хотя, вот, многие говорят, что какая-то казуальщина появляется, знаешь, в игре. Да, в смысле казуальщина? Некоторые, некоторые вот недовольны. Ну, там, ТП, знаешь, можно не сбить теперь случайно. Ну, норм. Не, на самом деле, это вот сравнить, да, первый и второй Старкрафт. Там точно так же во втором Старкрафте очень много микромоментов, их просто упразднили, и в доте сейчас стараются делать ровно так же. Да, возможно, это делает немного игру проще, но, с другой стороны, людям играть в нее становится, начинать играть намного проще. Я там какой-нибудь Трайхард или еще кто-нибудь, мы там знаем, да, через шифт все это поклацать, там, чтобы ничего не сбилось, все так, тип-топ. А начинающий игрок, он очень сильные бомбалы его ловит постоянно по поводу вот таких вот микромоментов, так что, в принципе, нормально. Да, конечно, в принципе, это хорошо, это только на пользу всему идет. Ну, и вот по поводу релаксов, кстати. Для этой команды, по-моему, тут все очень сложно, им нужно выигрывать все оставшиеся, да, по-моему, все оставшиеся матчи. Я вот пытался Крофизносу найти турнирные таблицы, но я их так и не нашел почему-то. Ну, я вот сейчас попробую. Быстренько тебе... А, нашел, 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 да, 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 вот. You, bracket. Да, точняк, вот. У Nextoff сейчас сколько получается? 2-3 статистика. Да, у ребят из команды Relax... 2-2 статистика, то есть... Да, у Relax на одно поражение меньше, им попроще будет. Угу. Но все равно там следующие команды, которые находятся повыше, там 4 очка, 4 победы очнее и так далее, и больше и больше. То есть у Relax в принципе шансы есть, но это в принципе. Ну, знаешь, шанс есть всегда, но там еще куча, опять же, матчей разных всяких. Хотя как куча, тут уже конец сезона, на самом деле сколько-то, тут 1 или 2 дня осталось играть. Да, там осталось играть в самой малости, и вот нужно сегодня релаксом потеть как никогда, но учитывая, какие матчи предстоят нам еще, это сложно. Ну да, ну вот я сейчас смотрю как раз... Да, так, тут по винам у нас что? У TeamDog осталось 2 матча, они, кажется, сегодня обои 2 этих матчей играют. Я вот сейчас еще раз посмотрю на список сегодняшних игр. Так, да, у TeamDog сегодня 2 игры против Relax и против VP как раз. Дальше у Fnatic против Next и против Relax. Короче, у Relax сегодня веселый день. Да, Next и Fnatic и после этого всего еще TeamDog. Да, и... Так, ну у Roksov одна игра осталась, Relax вот сегодня кучу матчей доигрывают в них сегодня. Да, раз, два, три, три целых каточки. Ну, собственно говоря, да, все матчи они сегодня... А, сегодня последний день получается, да. Лоль. Да, точнее, сегодня последний день уже балл. Тогда все решится? Да, тогда мы сегодня с вами как раз все и выясним. Узнаем, кто умничка, кто не очень умничка. Так, я вот сейчас даже постараюсь понять, сколько команд у нас выходит дальше. Четыре. Четыре команды, да, отлично. Я, короче, приехал вообще, как, знаешь, с корабля на балл называется. Вообще ничего толком не успел сделать. Меня выдернули прям с шашлыков сюда. Ну, это норма. Ну, да-да, я уже устал от шашлыков. Слава богу, что меня наконец заставили покомментить дотку. Вот, кто бы мог подумать. Наконец-то отдых, да? Да, наконец-то отдых. Я могу покомментить дотку. Потому что эти шашлыки, это... Беда. Так, говорят, меня не слышно в Доте ТВ. Друзья, буквально уномоменту я видео-аудио... Да, меня что-то... Во, все. Теперь меня должно быть слышно в Доте ТВ. Привет, Доте ТВ, еще раз. Да, кстати, ты появился, отлично. Да, так ты меня там вырубай, значит. Да, теперь я могу тебя выключить. Давай, выключай меня полностью. Отличненько. Да, друзья, вы не волнуйтесь, я все это дело очень быстренько фикшу. У меня руки растут из нужных мест временами. Так что я обычно стараюсь решать такие вопросы максимально быстро. Так, ну что, поехали? Да, давай, наверное, пройдемся по пикабанам. Я уже что-то совсем отвлекся от того, что у нас тут происходит. Так, чатик включил, все нормально. Эмбер, Спирит, Нага, Сирена и Патма. Релаксы явно что-то... Знают. Ну, после первого бана, знаешь, стало понятно, что они что-то придумали. Потому что сразу минус Даззл, значит, что-то там серьезное. Не, ну, обычно Даззла сейчас, да, почти все время убирают. Вот мы видим, нексты забрали ныне трендового котла. Не знаю, насколько этот котел сейчас себя реализует. Насколько он быстро сможет там себе тот же Аганим собрать. Потому что без Аганима котел по-прежнему бесполезная хрень. Ну, полезен он только в одном случае. Если вас там пушат, вы отбиваетесь на хайграунде. Это классная штука. Ну, либо же, если вы там очень сильно активно пушите. Когда появляется у него Аганимшки, то, в принципе, его можно вообще по-разному юзать. Ну, блин, Аганим просто у тебя ульта перманентная. Это же просто мрак. Учитывая еще хил, который он дает. Да, ты просто бегаешь на что-то. Это забей. На пофиг вот это пиу-пиу-пиу иллюминейты во все стороны. Причем абсолютно плевать, что там будет происходить. Кто кого там будет убивать. Иллюминейт решает все вопросы, если он залетает именно в драку. Хотя бы там по парочке героев. Я думаю, в драке там сложно промахнуться. Если она будет. Ну, это такое, знаешь, тут всякое бывает. Но они смогут. Ну, вот посмотрим, смогут ли нексты. Нексты, которые смогут. Есть подрайдер, есть гентавр и какой-то контроль будет у парней. Ну да. А-а-а-а! Я все понял. Я только хотел сказать. Для идеального исполнения тактики у релаксов не хватает элдер-титана. Для чего он нужен? Нага слипает. Ставится разлом. Ставится Астрал Спирит. Отжимается слип. Эмбер Спирит дает свои фисты под Астрал Спирита. Короче, много спиритов у нас. Ну и еще там стрела залетает. Да, стрела Старфол. Короче, в нулевой резист против всего залетает огромное количество дамаги. Сразу после отжатия слипа. Вот в чем заключается супер тактика команды релакс. Если это получится сделать, если как-то криво встанут ребята из команды Next, то у них будут серьезные проблемы. Потому что эта комба, она реально разобьет всем лицам. Абсолютно всем. Вообще без вариантов просто. И никакой котел с огонем не спасет. Да, вообще там будет плевать на котла. Там котел в первый, наверное, отлетит от этого всего. Да уж. Ну да, по идее комбинация, она хороша. Если все пойдет как надо, то небольшая драка. А потом все хорошо. Ну, на лайнах-то посмотрим, что еще произойдет. Как пойдет игра. Комба-комбой. А то комбы еще нужно как-то. Не, ну а что у нас получается тогда? Очень интересно, да, что у нас тогда получается по линиям. Ну, это суппорт Патма, что ли, или как? Может быть. Или, я не знаю, или это Нага-сирена Патма-румящий. Скорее всего, смотри, если такая комба, да, будем говорить о комбе, от нее как-то уходить, то, по идее, Мирана здесь такой не самый решающий герой. Стрелой попал, дал звезду и молодец. Скорее всего, Мирана будет сопортить, ну а там у некстов все понятно. Так. Теперь говорят, теперь второго не слышно. Ты проверь там у себя еще ДОТ-ТВ. Да, 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 да. Гляну. Давай, проверяй быстренько, пока еще игра не началась. Так, ну, вроде бы должно быть все хорошо. Ну, значит, все нормально. Так, ну, пока у нас то, что Вингу забрали, нашу любимую. Кстати, выложи хотфикс? Везде никуда. По идее, должен был быть. Да, 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 вышел, вышел, фикс. Все, хорошо. Все, слава богу. Больше крашей не будет. Слава богу. Не, на самом деле, Винга сейчас очень-очень забавный такой персонаж. У нее где-то, кстати, написано, что... Если... А, во-во-во, написано, да, на Виндженс Ауре написано. Что он дает демидж бонус. Ну, короче, Аура работает на себя в плюс, она убивца, и всех в радиусе 900 против него в минус, в зависимости от уровня прокачки. И это ЗЮС! Вот это уже становится круто. Ну, я говорил по поводу много демиджа после отжатия ульта, и ребята из Релакс не стали отказываться от этой тактики. То есть много демиджа подтверждается у нас сейчас. Я уже хочу это увидеть. Challenge accepted. Все нажали свои ульты, а потом... И победа. И начинаешь трон идешь, наверное. И тут спектра, ну, блин, я не знаю, спектра, при этом все может банально даже ничего не собрать. Вот в чем, может быть, проблема спектры. Есть мнение. Но есть мнение, что через спектру зайдут на кого-то одного, и вот по одному, по одному пойдут. Не, ну, если там будет режим команды 5, вот это превращаемся, то... Да, в принципе, будет сложно воевать. Да, кстати, за вон, опять же, сделали, что никнеймы теперь выделяются, наконец-то. А то постоянные вот эти непонятки какие-то с командами, никнеймами. Это то ли спонсор, то ли часть ника. Хрен его разберешь. Да, тоже сильная вещь. Так, ну, ЗЮС. ЗЮС у нас будет стоять в миде. Дредд на потме. О, мой бог. Йоку, Эмбер, Спирит. Шачхло, Элдер, Тайтан. Ну что ж. Очень-очень любопытно. Да, ну и Винд Икс. Мы видим, на Наго Сирени у нас будет играть. Поехали, посмотрим. Да, действительно, поехали. Так, сейчас я быстренько проверяю камеру. С камеры вроде бы все окайчик. Да, у команды Нэкс Гезет Мантис играет на Спик 3, Эквал Винджи Фул Спирит, Ривз на Котле, Ватафака Бэтрайдер и Сталкет на Кентавре. Тут все тоже вроде бы обычненько. Г-г. Да, все, поехали. Вроде бы обычненько. Но вот на самом деле вот эти вот все станы, которые есть у Нэкстов в начале, да, там Топот, Мэджик Миссл, это можно юзать прямо в начале. Но это нужно юзать. Это вот масса то, что исполнить. Слушай, тут так красиво в этой доте оказывается. Я за 10 дней просто забыл вообще, как она выглядит. Да. О, да. Надо еще так посмотреть. Меня человек в моем же паблике обвинил в том, что я шматодрочер. Вот он просто взял и назвал вещи своими именами. Он просто всю правду. Просто всю правду в глаза. Выложил, да. Вот, кстати, по поводу шматодрочерства. Видел? У Элдер Титана у него новые шмоточки. Из нового сундучка. Да, 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 видал. Это неплохо. Мне, кстати, тоже дропнулся. Мне дропнулся Сайленсер и Элдер Титан. Ну, типа, два мифических сета из двух сундуков. Но не выпал ни Курьер, ни Клокверк. Но я Клокверка не особо хотел. Хотел Курьерчика, корабль. Клокверк такой, да, конечно. Кораблик классный. Кораблик, кстати, уже в воркшопе, я не знаю, год, наверное, лежит. Вспомнили про него наконец. Ну, не год, но несколько месяцев точно. Сейчас я сразу опять скажу, что это шмота, Дрочер. Так, ну, команда очень аккуратно начинает. Никто не попытался выйти в лес. Варды расставили. Линии заняли. Да, стандартный вард на сложный поставил для себя Элдер. Мы как раз за этим наблюдали. Видит он Вингу. Видел, что она забрала НВИС. Побежала в Мидл. То есть, Крэйзи... Точнее, да. Ну, короче, Теймя Вайлд. Крэйзи. Называйте как угодно. Назюси. Я уже реально забыл, как игроков зовут. Вот до чего доводят все эти пьянки. Беспробудные. Пора завязать. Возможность в ближайшие пару дней все вспомнить. Да, да, не то слово. Ну, и вот Афака. Бэтрайдер против Зевса. В принципе, все не так плохо для Зевса, в теории, должно быть. Крэйпочков он стоит, добивает в основном со спыла. Та, через первый качается, получает свои деньги. Экспу. Так, есть выход наверх у нас. И попытаются, попытаются убить чечло. Задувка пошла. Мало, мало. Дамаги было с руки. Котел пока задувает, слишком далеко находится. Так что билла одна венга по 46. Это не слишком круто. Действительно, слишком мало дэмэджа. Так, ну а тут у нас Кентавра. Кентавра в принципе сложно гонять. Ну как, его гонять не сложно, если у вас есть конкретные два суппорта, которые приходят и убивают его сразу. Ну, я говорю там про какого-нибудь даже банального Виновансера, который замедляет. И второй там рейнджовый типа Визаджа, который просто не дает жизни этому самому Кентавру. Вот они вдвоем вылетают. И типа пил, 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 пил. Плюс подключается керри, который стоит на линии. И вы, собственно, с Кентавром очень неплохо справляетесь. Да, если есть конкретная супер-пупер связка. Не знаю, под май, если, конечно, стрела залетит четко как-то под сеточку дреда. В общем, у нас только хп есть у Кентавра. Да. То, что он даст еще потом стан, он, скорее всего, даже уйдет. Ну, то есть, смотрю, разменивается там хитами как-то виндыкс со сталкатом. И что-то виндыксу тут, мне кажется, даже похуже стоится на линии, чем Кентавра. Правда, Кентавр все равно не может далеко забегать. Кентавр свою хп получает. Кстати, да, смотри. У Мирана осталось всего лишь одно танго. А у Кента все даже неплохо. Так, ну, в миде там уже пошли дела с ботлами. Там все стандартно у нас развивается. 11.0 у Зевса Крипстат, 9.1 у Бэтрайдера. Там идут ровненько, без каких-либо отклонений в ту или другую пользу. Пока что на линиях все стабильно. Мне интересно, что там у Хардленера. Второй левел у Элдер Титана и второй левел у Кентавра. Все одинаково. Да, все у парней пока неплохо. Да, да. Вот нужно что-то делать наверху, по-моему. Есть такая теория, что Титана нужно пытаться ловить. Еще раз. Нет, ну Титан такой товарищ, которого в принципе сложно поймать. Внизу пытаются убить. Есть связочка. И это ФБ. Вот кто нам был нужен, чтобы не профукивать Ферст Блады. Мы раскрыли секрет. Да, погибает у нас Кентавра. Ну вот я говорил, да, по поводу того, что если вдруг стрела залетит, то, конечно, все будет отлично. Ну там мы и так поймали. Там сеточка, связочка и попробуй промахни стрелой называется. Не, ну это же Дредд. Точнее, не Дредд, не Дредд. У нас Линдекс играет. Дредд у нас на Наго Сирене. Ну Дредд, не знаю, сеточкой промахнуться, это, конечно, сложновато. Ну посмотрим. Вдруг не пойдет. Можно Риптайдом промахнуться зато. Я, кстати, помню, видел одну Наго Сирену, кажется, китайскую какую-то, которая, видимо, малый опыт имеет игры на этом персонаже. Она очень часто промахивалась Риптайдом. Ну он думал, там... Вот смотри, вылетает в миддл, стрела, отлично исполнение, но это минус должен быть, да. Прыгает Миндекс. Это секрет. Вот. Исполнение всего. Не, отлично, отлично. Сеточка, стрела, это работает неплохо. Да, мы не предполагали, что Наго Сирена у нас будет отправляться на роль суппорта, а не какой-то там соло-миддер или еще что-то в этом духе. Вообще, соло-мид Наго играть умеет не так много команд. Я смотрю, тоже и у Кентавра дела идут не очень хорошо внизу. Кентавра уже портрет, и да, теперь не все так хорошо пойдет. Ну вот Эмбер опять качается без Флейм Гварда. Мы буквально вчера обсуждали эти темы. Да, есть своя фишка в том, чтобы качать фисты, в том, что ты можешь банально чаще напрягать противника, чаще индицировать. Но, с другой стороны, когда ты играешь против такого мощного магического прокаста, даже тот же Кентавр, извините меня, там дамаги просто немерено. Плюс там котел какой-то из лесу вдруг задует. То Флейм Гвард штука весьма-весьма нужная. Так, у нас там стрела. Да, Флейм Гвард, конечно, помог бы здесь. Пытаются Бэтрайдера поймать, но, к сожалению, Бэтрайдер на мыши летает. Да, ну, он там увернулся от стрелы, у него вард стоит. Он прекрасно видел, что подман его там целится. Тут Дредд, кстати, фармит 50 золота. Нормально, зафармил. Так, продолжают, парни, как-то в своей линии удерживать. Ничего, бочечна у нас. Хотя Бэтрайдер... Нет-нет-нет, Файерфлай прожал. Я думал, пойдет дальше, но Зевс отошел. Да, там особо догонять-то Бэтрайдера. Бэтрайдеру нечем Зевса, да и шестого даже нету еще. У мыши всадника. Так, давай Зевсуля. Хорош, добил, добил, красава. Смотри, прожимает инвиз. Пойдет мышатничать, наверное. А что он там может намышатничать? Он, в принципе, знает, что на топе находятся винга и котел. Там ТП, смотри, пойдут сейчас. Да, и пойдут сейчас убивать, потому что очень-очень много дамаги. Кстати, кстати, кстати. Нет, не спалился Зевс. Он пробежал по центрикам, но вижена там никакого не было. А вот сейчас, если забежит, то будет беда. Да, увидел, что поставили центри. И Зевс оббегает с другой стороны. Но атаку свою, я так понял, все равно не отменяют здесь ребята. По-прежнему тут виндыкс. Да, Зевс заходит. Смоук. И слетает моментально же Смоук. И на тебе, говорит Зевсуля. Отличненько разбирается он с котлом. Ну, конечно, там да. Третий болт и ульта. Очень много дамаги. Хотя он не самый жирный персонаж у нас. Варды разбивают, парни. Зевс, ликвидатор вардов за 135 маны. Минус вард. Парится по поводу девардинга. Есть Зевс, все хорошо. Ну, мне кажется, это тоже такая часть, небольшая часть, да, новой меты с Зевсом. То есть, его действительно можно качественно использовать в таких целях. Он пришел, ганганул на линию. Там мана есть. Да, раз шваркнул в землю, вард потушил какой-нибудь. И вроде бы миссию свою выполнил. Так, ну и Зюсь. 1-0-1 начал, кстати, у нас Зюсь. Зюся. Счет у нас 3-0. Так что, нормально. Для Зевса все. Батрайдер фармит стаки. Что у него там, кстати, по деньгам у этого Батрайдера? А, ну у него все нормально. У него стандартный Батрайдеровский фарм идет. Ничего необычного. Зевс забирает хасту. И, возможно, у нас будет экшен в центре. Да, вот, возможно, стоит принять какую-нибудь венгу здесь сейчас. Тут, на самом деле, любого могут принять. Если стрела залетит, какая-нибудь шальная. У Патмы, правда, проблема с левелом. За счет того, что это такая роумящая недосуппорт Патма. Всего третий уровень. То есть, пылов практически нету. Вторая стрела и даже нету Старшторма. Так что, такое себе. Стрела. Рядом. Что там, под крылом пролетело? Да. Батрайдер все видится нормально. Стоит на ХГ. Крипов добивает. Ну, все спокойно, на самом деле. Неожиданно. Я думал, как начнут парни, так и пойдут дальше. Саппорты вдвоем разбираются с големами у нэкстов. Ой, там Кент зафармил сразу троих крипов. Читер, что ли? А, он даблэйдж уже третьего левела. Ну, да. Даблэйдж. Нормально, нормально. Тут подфармил сейчас сталкат. Уже скоро шестого уровня он будет. Драка на руне верхней. Аж да, дд. Ну, тут дракой вряд ли можно назвать. А вот у Винги сейчас будет драка. Да, да. Ой-ой-ой, как же там было больно. И Зевс делает минус очередной. Он его сейчас, правда, утащит. И, скорее всего, сожгут. А может, и не сожгут. Рано, и есть на сейве. Ну, тут ватафаке лучше вообще не подходить. Спектра ультит. У Зевса очень серьезные проблемы. Да, это минус Зевс. Ультшачик. Я самый лучший. А-ро-о-ой! Писечки не хватило. Ну, 150 хп, а там стрела вроде бы второго уровня, да. А стрела бы убила, да? Не факт. Погоди, четверть. Вот 180, это у нас сколько? 45 хп, да? Не убило бы. 5 хп бы осталось. 5 или 10 хп. Вот тогда, может быть, и надо было бы подать. Все продумано. Они знали. Все рассчитано. Это тонкая математика. Так, и будет выход внизу у нас Ну, судя по всему, да Не зря я сюда прилетел, я так полагаю Там готовится такая двусторонняя суператака Есть шестой уровень уже у Сталката То есть они могут с Вингой быстренько забежать Кого-то попытаться убить Но поставили в арту, видели, что тут Дредуха, братуха Возможно, даже Севса увидели Пропал Ай-яй-яй, смотри, Смакевич Смуг И будет это выход на Батрайдера снова? Ну вот потеряли Дреда Без сетки как-то не особо стрелы хорошо залетают Учитывая то, что у Батрайдера уже блинг есть Там попробуй догонич Нет, они идут наверх За Спектрой Спектрой без ульты, ну и в принципе шансы неплохие Да, там у Мантиса 450 хп Мантису на самом деле там сейчас и Зевс В соло может объяснить Ему там что, 2 каста дал, ультой сверху прибил Все, ГГВП Кстати, Мантис это если не понимает, то у меня для него плохие новости Но вот стрела мимо него пролетела И скорее всего спыгнули сейчас с Пектру А, ну спалился Зевс Смотри, 4 в 3 будет драка Да-да-да, тут заходит Батрайдер Хорошо прыгнули на Зевса И Зевс сейчас утаскивает Зевс правда успевает разультиться Отличный был разлом Только что по команде НХКЗ Забирают Батрайдера в размен на Зевса Ну ииии, шачно, беги! Беги, рогатый 5 хп Ушел, читер И смотри, залетает сюда уже Эмбер Эмбер по-любому минус эквал И сталкат тут тоже должен умирать Кентавр Катма хорошо замансила Кентаза выбирают здесь так же Да-да-да, без проблем Даблкил для Йоку Ну, в принципе, тут все супер круто для релаксов было Они были чуть более подготовлены к этому бою Ну, учитывая то, что у релаксов здесь было меньше героев То, что они вот как-то так все Там Зевса не получилось убить Вот в чем была проблема Если бы Зевса убили до прожатия ульты Скорее всего, там Нексты, возможно, даже не погибли бы вообще Ну, то есть Никто бы не погиб Потому что Зевс вылез Сразу там Прокаст Молнии сверкают Да, и Короче, очень много урона он внес Плюс еще разлом от Элдера был неплохой Он просто отрезал половину команды От драки В результате Зевс там еще чуть дольше жил Что-то там повоевал Короче Не получилось быстро у некстов Начать бой Из-за этого, собственно, они проиграли сражение Сразу бы Нам нужно как-то все теперь решать А то вот так можно уже и закончить Вот такими вот попытками выхода Ну, а дают верхний тавер нексты Детить-то не будет Котел, возможно, кинь-лиминейт Так, кстати, где там котел? Как там твой аганим поживает? Ривз А чел делает мегу, он аганим вообще Не рассчитывает А они мы видим разве что Разве что, не знаю даже как там Может быть не в этой игре Ха-ха-ха Возможно, возможно Ну вот выходит и смака Понимает, что Находится именно там Основная движуха Йоку может, смотри, есть каточка Сетка Эрроу и минус Должен быть нет Мантис пытался уйти, посмотри Все-таки залетает очередная ульта от Зевса Есть минус Так, поет нага Сейчас тут ватафаку должны окружать Батрайдер, в принципе Блинком-то попытается, да Да, и успевает Батрайдер атаки Еще и в Дредд залетает Подача Дредд Ну, что ж ты Дредд делаешь-то Ну, кстати, неплохой получился у нас Сваб Утаскивает Крэйзи Да-да-да Есть Дупл Эйдж Ну, там Шачлоб, смотри Пытается догнать еще и Квала И Квала, 11 хп, конечно, погибает Там еще и Йоку И Йоку мана закончилась И вот Хотя у него есть 5 зарядов еще в стике Возможно бы даже стоило попытаться дальше пойти и забрать котла Но мы видим, что Там еще Батрайдер Тусуется Пошли тп Там да, там ваниши и все такое Нож в спину Йоку И должен Мантис сейчас его догонять Что это было? Почему он даже не замахнулся? Лол Он почитал снова Что-то Не, ну да Он бы, по идее, спокойно забирал Ну, ладно Бывает Ну, такое, да, что-то непонятное Ну, может пинг Может еще что-нибудь В принципе, смотри Драка сейчас даже была неплоха Счет у нас 10-5 становится Не настолько критично Я вот смотрю на бедную Патму Которая вроде бы просто пришла на линию Подобивать крипов И в нее на фулл проказ залетает Иллюминейт И просто снимает ей половину запаса здоровья Бедолага Ну да, неприятно Опять поймали Зевсы Ну Сталката сейчас будет пытаться убить Правда вряд ли получится это сделать Вот горит, горит он с урны 20 хипо у него остается, Эмбер его дорезает Дредд опять сейчас тут погибнет или нет? Нет, Дредд выживает, урну еще сам на себя повесил Хорошо, ну Зевса на Кентавра Такое У Зевса фарм прекратился, вот в чем дело У него аркан-будцы вроде появились Хотя тысячи еще на руках есть Но все же по Нетворсу он уже далеко позади Позади по отношению к Эмберам, Бэтрайдерам Спектрам и остальным товарищам Сец неплохо начал А теперь у него еще 4-4 становится Его два раза в подряд забирают Он там вроде бы что-то почти себе уже нафармил Готов был купить В итоге две драки И немного повлияли неправильно Ну вот, вот, вот просто залетает Спектра Прям за патмой Неплохой эрол Да, нормально откинулся Патмат Можно уйти, если не дадут Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Опасно, это как? Ну зачем же ты там ансил? Почему не просто бежать куда-то подальше? Зевс разулетился, но все живы-здоровы и разбегаются Ну как, нездоровые, но живые Сперва на базу улетела НТП Остальные уйдут Без проблем Да, там еще бы трайдер откидывался бочкой Чтобы никто вдруг не догнал Так, ну Эмбер в это время в миде вышку забирает То есть у Эмбера все, кстати, весьма-весьма неплохо У него 2500 на руках Да, по деньгам себя уже неплохо, по идее, чувствуют Еще если заберет вышку, крипов, то все наладится Ну вот сейчас тут Йоку объяснят, что почем Хотя у него очень-очень много ушло Дамаги вроде бы в... Из девца заберут, слип Отлично, отлично Ну вот хотел сказать, очень много дамаги ушло в Флэйм Гвард Но я ни хрена не много Потому что второго уровня только щит Это минус 200 урона А могло быть минус 500 Да, у кита тем более Дэбл Эйдж четвертый Да, то есть без четвертого Флэйм Гварда Очень тяжело против Кентавра воевать Особенно у которого Даггер уже готов Можно банально не успеть уйти Там стан Кентавра, стан Винги И за это время могут спокойно разобрать Плюс еще Бэтрайдер с лассо Там Бэтрайдера тем временем есть ДД, кстати Это серьезная заявочка Можно попытаться Смотри, 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 смотри Хороший Эрроу рядом был, но успел Бэтрайдер Читер успел улететь Так, ну что, вышку в миде-то заберут Да, там 219 хп Котел какой-то слабенький, элминейт Связочка от Эмбера Эрроу на пол хп, минус венга Ну вот-вот Что будет дальше? Да там просто Старшторм, да, минус 2 в результате Котел продолжает задувать, но без толку Абсолютно без толку На него там набросились, как, я не знаю Как с голодного края Смотри, догнали, кстати Тут уже, по идее, даже если Бэтрайдер вцепится, то... Тут сейчас Бэтрайдер, если вцепится, то и рискует Встрять и стреляет! Бэтрайдер, отлично, Эрроу Можно забрать Бэтрайдера, есть минус Бэтрайдер Четыре в ноль Просто на ровном месте, минус 4, делает команда Релакс Вот такие отдачи, это уже, скажем, совсем плохо Вот очень-очень плохо Бэтрайдер прилетел, видит, что не успевает за котлом и получает Эрроу Вперед-назад словил, и все понятно с тобой Ну не могут найти на X3 вообще никаких ключей к разгадке всей этой ситуации Ну я смотрю за этими ребятами, у них там в последнее время наблюдается серьезный спад Даже внутри командный Часто там Сталкат пишет, что мало они тренируются Больше времени отдыхают, расслабляются вместо того, чтобы уделять внимание практикам Выход на Мирану Ну, тут мало вариантов у нее Там липайся, не липайся Нож в спину, и все вопросы решаются сами по себе Так вот, и плюс у них, естественно, прекрасно знают проблемы с пингом из Казахстана Но это у них всегда было, то есть это ничего не поменялось Они раньше и с пингом нормальным таким людей убивали Сейчас у них что-то пошло не так Ну а релаксы просто релаксуют, мы видим со своими зевсами там Я бы это не назвал релакс Все-таки ситуация-то у команды непростая Нужно заходить в топ-4 Нужно тащить все игры оставшиеся Ну сегодня у них очень серьезный день Сегодня за ними будет действительно интересно понаблюдать Потому что, да, у них Потому что дальше игра сложная будет Очень-очень, да, серьезные проблемы Я уже говорил, кто у нас там сегодня Next, релакс Fnatic, next Fnatic, релакс Dog, релакс Потом урок с кис ВП и Dog, ВП Такие у нас сегодня матчи Много интересных каточек Ну и сегодня, собственно, закончится квалификационная часть Европейская часть квалификации на The Summit Веру пошел Винга Есть попадание и... Винга просто феноменальный ворот Ну Зевс классно, залетает с дайгером Спокойно все делает Ну вот дальше с Зевсом делать, по сути, нечего Он уже практически полностью Ну не то, чтобы выдал прокаст Но за следующие там 3 секунды он толком ничего не мог сделать Ну и Нага отлично сэвит С его товарища Очередная стрела залетает в этот раз в котла Йоку У Йоку уже четвертый флеймгвард Вот с таким-то щитом уж попробуешь повоевать И Батрайдер залетел Ой, как же хорошо здесь сыграл Эмбер Не повелся Точнее попытался развести кентавру У него это, в принципе, неплохо получилось Вот Азевса Стрела неточная И где Эмбер? Эмбер рядышком Будет ли фист? Нет Слишком далеко все разбежались Фистов уже не будет Там говорят, что-то изи Ну не то чтобы изи, просто на X3 много ошибок допускают Ну и пик у Релакса не самый простой Ну у Релакса пик он такой Он вроде бы и более-менее фановый Но если идут постоянные драки Если у Зевса много маны Там не только Зевс Снова кент влетает Заберут Эмбера Пытаются Лассо Сычка или нет Ну тут просто все Все дали в одного бедного Эмбера Как-то Как-то что-то случилось Так, ну и уходят нексты Уходят на базу Нужно отдэфить У Релакса ультимейтов пока еще нет Хотя скоро вроде бы все откатится И можно будет уже начинать А есть, есть что-то в центре Зацепят в респектру Удар и поздно Не успевает Не успевает Титан Бат, дай трагерь Бат, успел, успел блинкануться И что будет дальше Дальше у нас сбывка котла Эрол Начинают, начинают парни что-то пытаться выдумать Но тут, к сожалению, сложно что-то сделать Релакс пока Пытаются, не получаются, уходят А нексты только и могут дефить Это все сложно Кура Особо Айтемов пока не прибавилось У некстов Так, ну и что думают нексты Выход на бот Котел наверху летел Отдейфить И разведка от Релакс Иллюзии Наги Так, есть проклики понизу Не собираются Релакс отдавать по стак Тавер Эмбер, Титан На деф уходят Но, конечно, не пугают Спектру и Вингу У тех шансов мало Как-то я не слышу Каспером Роман Куда вы пропали Я думаю, он вернется Так, это выход в центр Эмбер Заходит Будет цеплять Спектру Зацепил, но нечем И некому добивать Так, ну вот Я вроде бы снова вернулся Ага, пошла ульта Ну, пытаются снова Релакс Как-то что-то исполнить Через Эмбера заходят Но из-за того, что Эмбер намного быстрее Остальные не успевают И как-то несинхронно все получается Не, на самом деле Тут все достаточно просто Вроде как Должна залететь Нага Но Для этого нужно идти давить Просто так Нексты не соберутся в пятером кучкой И не будут ждать Врыва на себя Там, со всех ультов возможных Релакс все устраивает У них Хэмбер фармит Так что Можно так же продолжать Да, Спектра тоже фармит Спектра тоже достаточно мощный керри Смотрим, Спектра у нас Особо пока атомов не получила Да, у нее там вроде бы Скоро появится Тараска Но Урона там пока мало Да, есть Кентавр Что-то попытается сделать Котел Ну да Какие-то косты Что-то дадут Из урона У нас Эрву пошел Котла Летела стрела Но Ну там Сталкат прикрыл Своим мощным торсом Правда, сейчас тот мощный торс Могут немного Побить Причем неплохо Так подамажили Иквал очень сильно проседает Это будет минус Винга сейчас Дредуха Хорошо Запел Иквал по-прежнему живой Дальше что? Ульта Спектры прошла И забирают Шигу По идее здесь Нет, Винга живет Забирают Бэтрайда Забирают Вингу и Котла И Три в ноль Драка Вингу Причем убили третий То есть И на нее вообще Не обращали внимания Потому что вроде бы Как она весь проказ свой выдала Больше ничем Опасным толком не было Но понимают Прекрасный релакс Что с нововведением Вот с этим патчем Типа понизить себе там Дамагу на 36% Да, конечно Убили Бэтрайдера Там классный очень был Тайминговый Слип Его отжал точнее Очень тайминговый Дред В это время Стрела залетала Как раз внутрь Бэтрайдера И Бэтрайдер Скончался От травм Несовместимых с жизнью В общем Неплохая получилась Заруба от релаксов Ну и они укрепляют Своё преимущество У них там уже Все Ну очень хорошо Под деньгам Они уже Серьезно начинают Вырываться вперед По опыту Не так сильно Но Все равно Они тоже впереди Так, ура Покупает Сакрит Ага Значит это будет у нас Не Тараска Значит решили все-таки Радианс Ну и снова сбор от релакса В центре Так, что там у нас С Дредбукой Выцепил Эмбера Но Стан есть Один, второй И минус Моментальный Эмбера Да, Эмбер Флеймгвард Не поражал Ну не то, чтобы Непонятно почему Да, он вроде бы не ожидал Что сейчас его так быстро Убьют Но с другой стороны Ты зашел под вражеский Тавер Так что Изволишь ждать Чего-то посерьезнее Чем Просто Я не знаю Пару тычек от котла Радианс Ботовая тавера С податками Нэх-ка неплохо Отдефили Спектра фармит внизу Остальная команда Четвером удерживает Пятерых И пошла драка Зевс против спектры У спектры совсем мало хп Кентавер на деф Выходит спектры Стан Дабл-H Ну там Крэйзи серьезные проблемы Да, пытается сейчас Будет по лесам Как-то мансить Тут спектра неплохо ультануло И делает минус Спектра забирает себе Неплохо голды Да, 700 золота Забирает себе спектр Стрела Неточные Ну хотя задумка была неплохая Помигали на там Местоположение Где вообще стоит мантис Ну там неплохая охрана И появляется Радианс Да, вот он Радианс Не то чтобы супер поздний Такой поздноватенький Тем не менее Спектра если что На втором месте По Нетворцу Отстает там всего на 800 золота Учитывая запас жизни И релаксов У каждого персонажа Радианс Вполне себе Оправданный айтем Так Что у нас там Вообще происходит Ну по графикам Там мало что изменилось На данный момент Никогда не стоит Исключать спектру В принципе Да, как серьезного Керри героя Это понятно Само по себе С другой стороны Спектра не делает Трипл килл Одной кнопкой Как Эмбер Например Это может сделать Такой вещи у нее нету Хотя Он может пятерых положить Ультой В теории Конечно может И вроде как В затяжной драке По идее Нексты Должны неплохо Выглядеть Потому что там Спектра Там котел Если залетит Не один иллюминейт А два Каких нибудь Иллюминейта Ну там есть тем более Кентавр Который Живет Себе вполне Да, да, да А у релаксов Все сводится Не то чтобы К одному там Бурсту Но бурст у них Очень неплохой Если его не получится Реализовать То это будет Серьезной проблемой Стопка котла Все всхиляются Уходят Попытка Отдефиться снова От некстов Но при этом Они отходят подальше Пинга на хг Так, ну вышку тут немного Просто покоцали На мантис там Соло вряд ли Сможет сейчас спушить К нему уже Отправился Зевс К нему Отправляется еще Элдор Чем ловить Правда Непонятно Вот просто Непонятно Чем ловить Эту спектру Спектра просто Улетает в мидл На Мирана рассыпается От иллюзии Спектры Но не прожал Не прожал У нас мантис Ничего Не решил Уйти за Мирана И дальше Видел, что там Есть Нага Есть Эмбер Рядом Хотя вариант был Там Рошан По-прежнему стоит От Рошана Наверное Стоит зайти Сейчас попытаться Забрать как-то Да, вариант С Рошаном В принципе Неплох Как для релаксов Как и для некстов Возможно парни Попытаются Есть ворды В принципе Они готовы Как встретить Так и Подраться Сразу же Ну вот мантис Такой рисковый Товарищ 400 хп Стоять на линии Против зевса С Таким Запасом здоровья Это Против зевса Не предвещался Аганим Парни Думают Рядышком Не увидели Не увидели Еще Ну и квал Тоже там Не успел Ни вард Воткнуть Ничего Толком Сделать Не успел Увидел Что там Иллюзии На руне Разбегаются Понимает Что прекрасно Что могут Его спалить Банально А спектра Продолжает Фармить Ну в принципе Вот нексты Как-то остановили Все то Что делали Релакс Вот они Просто реально Остановили Релакс Нужно было Продолжать Идти Пушить Дальше Навязывать Ту игру Которую Они навязывали Да Сейчас Эта игра Продолжается Но Она Такими темпами Быстрим Как была По прежнему Забегают Эти кони Но зайти Конечно Очень сложно Против котла Поэтому нужно В наглую Заходить Через Слип Наги Как я уже Говорил ранее Появляется Аганим Между прочим Зевса Котел Где твой Аганим Ну у котла Кстати Сейчас должен Бустерок Бустерочек Появиться Есть мнение Давай Котел Бустерок Бустерочек Ну уже Давай Бустер И На магазин За бустером Да не хочет он Идти туда Идет Нет Сейчас Сейчас Я пытаюсь Направить Свои флюиды Направление Ривза Он почти Добежал Котла летит Что-то Что-то летит Кура пустая Летит Пустая Кура Отлично Вернулась обратно Передумали Ну и у тебя Есть полторы тысячи Котел Ты можешь купить Тебе что Правильно Бустер Или Телепортов Накупить Кстати Он на Ишаке Каком-то Катается А не Это олень Я думал Что это Уши Такие Висячие Ладно Завел 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 Стрела Нетаймингово Отжал Слип Дред Отличная Комбинация Ну и смотри В результате Элдер мертвый Патма тоже умирает Очень много Дамаги Выдержали Нексты Погибло Там всего Два человека Один делает Метальный Бабег Но вот и Квал далеко Залез Если честно Заберут ли? Да заберут Заберут Там Атурный Должен догорать Уже стопудово Да так и есть И Что? Вот она И три в два Плюс байбэк Плюс байбэк Да вот байбэк Это немаловажно Там Винга Да кажется Делала байбэк Да 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 Ну что И вышечку Должны здесь забрать Я не понял В тот момент Что Мантис Не стал врываться Вот в чем дело Мантис остался Фармить И драки По сути не было То есть была Атака от релаксов И терпительство От некстов Да Просто терпительство От некстов Там даже Если была бы спектра Она особо ничего не решила Не ну она Типа рукой бить может У нее там Дэмидж уже нормально Так что Если что 200 Что лучше нафармить Какой нибудь полезный Айтем Какой нибудь полезный Тараску Можно сейчас нафармить Который уже Практически готов И С сердцем Тарасочки Конечно С Мантисом Будет сложно совладать А как там дела Идут у Эмбера Эмбер собирает себе Второй БФ Или что это Или нет Нет Не второй БФ Это Линкин Сфера Против Бэтрайдера Потрясающе Вот Надоело Эмберу Нет Я просто немного Этого не понимаю Если вы играете От Диффенса В плане Нага Сирены То Нага тебя все равно В принципе сейвит Тем более все драки Когда Эмбера цепляли Когда пытались его сейвить Через лип Все успешно заканчивалось Да Там Зевса Эмбера В принципе пофиг Кого Все нормально получалось Тут сейчас Мантис Правда отдается Минус 700 голды Я говорил про то Что вот так вот бегать С 500 хп против Зевса Это не самая Потрясающая идея Даблкил для Йоку Ну Вингат Третий раз подряд умирает Ну вот из-за такой Глупой отдачи Сейчас Могут очень сильно Просесть нексты Потому что Есть байбэк у Спектры Но если она его Сейчас сделает То прощай Тараско Здесь только один вариант Это байбэк Должны эти релакс Они понимают это Забирают крипов И дальше на хг выход Должен быть Астрал спирит пошел Никого не находит И опять же Этот котел против котла Зайти Как мы говорим Уже неоднократно Сложно Очень сложно Если вы планируете Вот эту тактику Бесконтактного боя Использовать То ее можно использовать Наверное только С пачками некров Какими-то пеньками И прочей чушью У которой Неплохой запас здоровья Которые не умирают От одного иллюминейта Но в любом случае Там еще всякие Булочки залетают По 300 дэмэджа С огромной мауе Так что Если заходить То заходить нужно будет Быстро И самими героями На халявку не получится Скажем так Готовы Смотри Почти Релаксы У Наги уже Качти появляется Тот сам айтем Который позволит заходить Смотри Мека Пайп Потрачен на некстами Можно наверное Было бы Зайти бы Или На рошанчика Да кстати Рошанчика Тоже неплохой вариант Давайте Гоу-гоу-гоу Ну вряд ли Вряд ли Это рошан Не самое удачное время 5 на 5 Плюс Где-то есть серьезное преимущество По опыту И по айтему Не ну вот смотри Только что Я же говорю Не было меки Не было пайпа То есть Это вот просто 650 урона В пользу команды Релакс Во время драки Ну такое Хотя с другой стороны У них нету так много Дэмэджа для того Чтобы быстро справиться С рошаном И возможно Именно это их остановило У нас тут атака На Зевса Зевс тут По любасу Отъезжает Заверут скорее всего Зевса здесь без проблем Да И не будет Зевса целую минуту Вот теперь возможно То самое время Для того чтобы пойти И зафармить Себе Аегис Да У Зевса тоже есть Байбэк И любопытно Будет ли он Его тратить Потому что ульта У Зевса осталась У него есть Иганим У него ульта Наносит Третья ульта 640 дэмэджа Просто Грязь И Эмбер убегает От своего друга Батрайдера Который до этого Доставлял мало хлопот Спектра пытается Пушить И не решаются Парни до сих пор Пойти на Рошану А тут А вот Сейчас Спектру Нет Есть Форстав Тараска Быстрый реген И Спектра Себе Довольно Уходит обратно Ну Манди сейчас Так и будет делать Мантис будет Продолжать бегать Формить Периодически Врываться с ультов В драку И на этом все Просто Главный вопрос Что сильнее Эмбер С 6-ти слотовой Или 6-ти слотовая Спектра В принципе Эмбер Неплохо выглядел Мы это видели Если у него там будет 3 рапиры 2 доедалуса И батлфьюри Да Эмбер вообще не важно Сколько там у него хп будет Сколько у вас там вообще будет Он Да Проражал себе Второй скил Но с другой стороны Если что-то пойдет не так То Со спектрой будет Очень сложно совладать Так как герой тоже Очень серьезный У нас там очередная Атака на Зевса Ага Прыжок И минус Зевс опять Точно так же Дежавю Есть у нас снова Байбэки Там по идее В этот раз Только Зевс ульту Уже успел потратить Не самая лучшая ульта была Хотя есть возможность Забрать Мантиса Эмбер Ну это слишком громко сказано Возможность забрать Мантиса Там вроде бы так Все шли Я думал сейчас Подойдет Там смотри Там винт Да-да-да-да Вот Мантис Поймали его Хорошо Сейчас должна быть Стрела Там Ривза В это время поймали И Кентуавр Отлично залетает Посмотри Будет ли Дабл Эдж Нет Дабл Эдж в кулдауне Патма прыгает С БКБшечкой Есть Минус Спектра Спектру И дальше потратим Спектрап Сделала байбэк И возвращается с ульты Вот в чем дело Могут быть сейчас Очень серьезные проблемы Так Заканчивается ману У Виндикса Виндикса просто Съедает Кентавр И что На разврате Нэксты Побеждают В драке Да Ульта Кентавра Дреда скорее всего И ни одного Могут сцепить здесь Дред погибает Забирают гим И ватафака прыгает Смотри За Шачло БКБшечка от Шачло Телепорта у него нет Будет просто пытаться Бежать своим пешком Винги Винги нету Пока еще свапа Поэтому она Не слишком лютый воин Сейчас Эквал тут Отъедет Определенно погибает Да Загулял Эквал Шачло здесь Также заберут Продолжается драка Котел против Эмбера Там даже драка была Не котел против Эмбера А Зевс против Четырех игроков Команды Нэкст Ки-Зет По-моему Зевсом уже было Все понятно В том моменте Да Какие-то Странные вообще Замесы Непонятно за что Непонятно зачем Хотя вот мы видим В этом замесе Все-таки побеждают Нэксты Судя по всему Да Еще одного Чубатрайдер нырнул Поймал Йоку Да ладно Неужели смогут забрать Еще здесь И товарища Эмбера Да это Это Тимвайп только что был Вот и Вытерпели Нэксты А теперь еще И тавер забрать Еще деньги И второй тавер забрать Но Все переворачивается По графикам Все станет намного интереснее Да вот Икспа уже Ну икспа там в нуле Да это понятно Там разницы по экспе Особо большой и не было Но вот Деньги Денег было 7500 Еще на 27 минуте Даже на 26 Где-то А сейчас уже идет У нас 40 И по прежнему Там эти 7 Там 7500 Разница Это уже копейки Кентавр там нырнул Ооо Ну и вот он Вот он Огоним у котла И сейчас начнется Безудержное веселье Мне уже интересно На это посмотреть Теперь можно Ну стоп Не только бить Но и пушить Там Ватафака Решил Застровывать игру У него это очень Неплохо получилось Просто прыгнул Поймал стрелу в табло И умер Вообще БКБ прожал Да Такое Приятного мало Но в любом случае Еще тир 2 Тауэры Остались Две штуки Релаксов Одна штука У некстов Некстов Серьезно Такая кодственная вышечка Вообще Мне самый удобный тавер Который дефит сложно Хотя учитывая котла Можно Спокойно Подразвитый тавер будет Да Котел там сейчас вообще Будет какой-то Нереальной хреновиной Со своим агонимом Я просто его В действии не видел Я только наслышан О том Насколько он офигенен Сейчас посмотрим Действительно ли это так Зев спугает Ультой своей То что котел Постоянно в ульте В своей Это вообще забей У него релокейт Вот этот Ну рекол который Да да КД быстрый Да 15 секунд Кулдауна То есть можно за собой Эту спектру таскать По всей карте Дред Поет Это первая атака Самой команды Релакс С первого парня не разобрались Забирают котла Но Слишком много всего потратили Ну вот Хотят видимо Подраться Тут пошел Ванеш И что Будут ли на развороте воевать Кентавр Да 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 Есть разворот Отличный Кружок от Кентавра Прямо в стан Так Так ну пошла У нас уже куча БКБшек Отличный Кстати разлом Ее неплохо Наваливает Там Шачло У него 250 урона С руки У Элдера Мантис у нас Отбегает Мантис Если что Еще и диффуза Есть Кстати Ну Такое что-то Непонятное Сейчас произошло Я вот только что видел Что со спектрой Здесь Очень сложно Будет Парням Они только что Иллюзию убивали Очень долго Ну Понимаешь Там у Эмбера Еще нет Вот этой критической Массы С которой он Начинает Убивать Всех Да И вот Линка Она очень сильно Здесь решает Потому что Это 5500 Просто В мусорку Я понимаю Что это Типа лишнее Средство Защиты Бэтрайдера Я все понимаю Это Может иметь место Но Как по мне Здесь Более актуален Был бы Артефакт Именно на дэмэдж Ну да Еще один бф И проблем Стало бы намного меньше Ну да Либо доедал Сторожно собирать Там Короче Такое что-то Спектра Еще на топе Убивает По тму Каким-то Чертом Вообще Непонятным Там Бэтрайдер Да Через лассо Ее забирает Там было Лассо Мэджик Миссл И пара ударов Там прямо Все парни Используют Для того Чтобы убивать Еще и Курьера Срезали В Курьере Было что? Нет В Курьере Был пока Только Смоук Ну Это все Это минус Зевс Ну вот Такой Фид Непонятный Абсолютно Причем непонятный Он Уже Мне кажется Легшает Команду Релакс Шансов На Победу Ну да Учитывая Что здесь Только что Умерла Мирана Зевс Свет Наверх И Неосторожно Погибает Такой Какой себе Вариант Да Уж Еще Одну Т-два Вышечку Сейчас Будут Срезать Нексты Хороший Крит Зашел От Йоку Окей У него Дабл Дэмэдж С критами Ну вот Эмбер Сделал Байбэк Прилетает Сюда Дред А дальше Что У Элдора Нет уже Ульты И Тут Сейчас Всех Поубивают Релаксов Я имею Ввиду Хотя Стрела В Мантиса Вроде бы Неплохо Там Стан В Йоку Йоку У нас Убегает Битые Нексты Но они Живы Вот в чем Дело Как ни крути Они еще Могут Сражаться Отличный Врыв Отстал Кэта Это Минус Эмбер Во второй раз После байбэка Эмбер Уже не будет Погибает Рано Остается у нас Два героя Нага И Зевс Ну там уже Не так долго Осталось жить Да Зевс Добивает Свою нагу Своими стрелами Не стрелами А молниями Но видим Ультра килла От Мантиса После чего Он погибает Вот тут Загуляли Уже малость Нексты Не говорю Что это Сейчас кардинально Изменить всю ситуацию Но Подфидели Релаксов Теперь уже Неплохо Сами Нексты И два гема Валяются На базе У релаксов Да Это Было лишнее Вот то что Они так далеко Подбежали Да Они поддавались Сейчас Можно было там Забрать Ити обратно Хотя Графики Показывают Пока что Все Наладилось У некстов Все пошло Явно Получше Так А кто там За спектру Сорвал куш Эм Блин А черт его знает Ага Кто-то там Сорвал короче Бабу лесов Ладно Суть не в этом Суть в том что Релаксы еще не сдаются Некстам Тут знаешь Тут огромное количество Ошибок С обоих сторон С обеих сторон Постоянные качели У нас Тут постоянные качели Кто больше подфидит Вот в чем дело Тот кто больше наошибался Тот и Потом расхлебывает Вот таких вот Забегающих зевсов К себе на хайграунд Потом вот такой зевс Забежал к тебе на хайграунд Вы ему быстренько По щам надавали То есть пошли Да пошли к врагу На хайграунд Зашли Враг вам по щам надавал На своем хайграунде Потому что вы под фонтан Пошли вместо того Чтобы вышку сносить Ну и так далее И тому подобное То есть Все очень Очень Грустно на самом деле Ошибок Колоссальное количество Возможно Это просто Я такой уже Слишком придирчивый стал Ну Косячить реально много И продолжается фарм Как-то устаканилось Вся ситуация с драками Парни поняли свои ошибки Нужно больше айтемов И продолжаем Прям логика бернинга Какая-то у тебя Прям Да Нужно больше айтемов Нужно еще вот Линка есть Надо еще БКБ Обязательно собрать И чтобы еще кто-то Из тиммейтов собрал линку А то видишь Одна не спасает Как оказывается Да, можно парочку Сфер собрать Да Блин Просто я Сколько раз не смотрю Эмбера и талинка Спасает максимум Там от стана венги Какого-нибудь Или от форстафа Да Потому что все равно Основные сплы В него залетают Там на пятерочку Там по идее Котчел должен сбивать Линку Ликом Ну и наконец-то Время роши Он настал Есть нас проклики Парни видели Что здесь происходит Дред далеко Дред очень далеко Так, ну хотя Стрела очень хорошая Вот смотри Сейчас Утащили у нас Элдера И все Элдера не убили Эмбер там нормально Продолжает нарезать У фатафаки 614 хп Спектра Спектра что будет Залетать или нет Да, Спектра хорошо прыгает Минус Крейзи Он просто на равном месте Минус Евс Минус Патмас Скорее всего сейчас будет Или даже Дрюс Да Хорошая ульта от Элдера Скорее всего Мантис погибнет Да, это минус 2 От Элдер Тайтона Ну и дальше С руки будут продолжать Наваливать Винд Икс У Винд Икс там Дэмэджа вроде бы Не слишком много Но Бьет он очень Больно Как мы видим За счет того что Неплохая у него В принципе анимация атаки Стрела Патма Немного неточная Сталкат Пугает людей Сталкат Продолжает пугать людей Йоку Попадает под стан Есть спектра Можно забрать Уходит на ульте Ну и вот он Минус Йоку Так А там у нас Ривз призывает Кстати к себе Тиммейта Мантис Есть даггер Нету вижена Нету вижена Мантис Сейчас опять под фонтан Нужно же забежать Конечно же Такие эти казахи Казахи Короче Драки опять же Непонятные Сумбурные Биллиарды байбеков Такое Ну что Рошана нужно Эти забирать По идее нужно забирать Хотя Хотя да Там есть Эмбр в таверне Так что Почему бы и нет Хотел забирать Парней к себе Это минус Рошан Если только Сейчас Какой нибудь Слип от Дреда Ну Дред в прошлом Замесе Вообще был Где-то Вот-вот здесь Вот в этой области Вот тут вот Когда началась драка Там все были В разных Концах карты Зевс убегал От Кентавра Там драка Триф три была Где-то Дред Внизу был Да Там ноги были Немножко не в тех позициях В которых нужно было быть Там позиции Потом колено-локтевые Нормальные Организовали Нексты После байбэков Да С одной стороны Многие возможно считают Что вот Блин Ну они же сделали Байбэки Значит Вроде бы там Релаксы сильнее Но У спектры Это одна из Вообще основных Тактик Ведения боя Это залететь Фидануть Сделать байбэк И прилететь с ульты То есть Это не что-то там Заоблачное Или супер Хитромудрое То есть Это практически Стандарт По крайней мере Азиатские Юзеры Спектры Они постоянно Так делают Да и наши Тоже по возможности Употребляют Подобные Тактики Есть Шива Батрайдера 49 минута А там уже много Вообще артефактов У всех Смотрим на графики На графиках В нуле По деньгам Графики у нас По опыту 5000 в пользу Next of То есть Все Очень-очень шатко Все упирается Именно в героев И в Технику ведения боя Я до сих пор Не Видел один раз Вот на Нижней кир-два-вышке Дайровской Исполнение Остроты и релаксов Все остальное Время у них Это не получалось Сделать Ну да В начале игры Как попытались Парни сделать Как пошло Так попытались Продолжить Но потом Не пыталось Сначала Дреда Есть драка Вверху Манчиса сжимают Есть батрайдер Будет Слип Ну вот Разменяли сейчас Дреда на Аэгис Хорошая ульта Кстати От Лелар Титана Ну а дальше что Дальше спаунится Спектра И все Там еще Спектра на кого-то Полетела дальше А Манчис просто Побежала Патма Ой да ладно Патма Неужели отсюда уйдет Да Патма просто сделает Теплаут И уходит Ну забрали Зевса и Дреда Опять Нечто непонятное Происходит С релаксами Никакой задумки В бою Вообще не видно И подавно Да Они вроде бы Зашли Что-то там Покастовали Но без Я же говорю Без какого-либо там Синерджи Да Взаимодействия Ну да Так Там Кентавр Я смотрю Нагнул Кентавр Там нужно вышку нести Пока Драка идет Очень быстро Йоку убивает Это минус Эмбер Эмбер делает Байбэк БКБшечка У Шачлоу Шачлоу ульты нету Патму тоже быстренько Достаточно Срезают Это опять Три в пять И Эмбер Который С Ботлфьюри Кристаллисом Да это минус сторона Скорее всего будет Если сейчас Нексты Не будут очковать Очковать у них Повода нету В принципе Ульта Наги Есть ульта У Титана Нет перезарядка У Титана еще целых 20 секунд Плюс у него Не ну мана у него Сейчас как раз Подкопится Или нет Нет Мана у него не подкопится Значит придется все равно Бежать на фонтан Возвращаться Потом ультить Надо хотя бы Один барак снести Глиф слип Пять Четыре Три Два Один Только от кдшилась Ульта у Титана Вот в чем дело Ну и вроде как Все наверное Хорошо тут Много демджа Вписывают Релаксы Но Линию они уже потеряли И нексты будут Сейчас тупо убегать Вот на морозе Да Так кто там еще воюет Ой А там кентавр пошел Танковать всю команду Ну Неплохая затея Вроде как успешно Получается все это И попытаться Эмбера забрать Эмбер на уйти уходит И минус Зевс Вот Зевс был Совсем не в тему здесь Если Эмбер еще мог уйти Да Это Это его задача Такими образами Каять команду Не ну Зевс там просто уже видимо Рассчитывал на то Что команда противника Будет просто убегать А разворачиваться И бить лицо Самому Зевсу не будут А там просто оказался Кентавр Которого Втроем убить нельзя Вот и все Ну минус сторона В принципе конечно Какой-то шанс еще есть Но учитывая то Что делает Спектра в драках Учитывая то Что Эмбера в драках Вообще не чувствуется Да Он что-то там делает Но Это не там Не фрарит А Со своим суперзоопаком Только что прыгнул Эмбер И особо там ничего не почувствовалось Ну и крипы до сих пор бегают Он вторые фисты выдал Крип стоит рейнджовый Да Это конечно не то Что должно было быть И кстати ДД подбирают Сейчас по идее Нексты Взяв ДД Можно пойти Попытаться еще Попытать счастье Телепортница котла Батрайдера Котел Котел бежит ДД не взяли парни Да уж Не ну должны сейчас Пытаться ломать Второй фланг Ребята из Next В принципе Самое выдачное решение Которое они могут предпринять Там пишут Отличное сравнение Там кентавр жирный Как моя бывшая Вот Очень-очень Тонко подмечено Не знаю правда Бывшего этого товарища Но Подозреваю Что он Не лукавит Да Кент 3 800 Это Это вам не просто так Так у Куры Там кстати Кстати неплохие айтемы есть Вот Вот прям вот Настолько жестокий Один игрок Ты на котла Сейчас посмотришь Через 10 золота Вот он Котел с Тараской Друзья Это непростой котел С аганимом и с Тараской Это просто котлищик Какой-то Чан Я не знаю Можно его назвать Еще как-нибудь Теперь вместе с кентавром Заходят Танкуют И все хорошо Да Котел с Тараской 2 645 хп Ну вот сейчас У Элдер Титана Например меньше Но там не с кем сравнить Да Там у котла Хп больше чем у любого Вообще Реально Это уже серьезная проблема Один котел Есть выход от райдера Шива Нужен слип Ну вот он Пошел слип Полетал пока у нас там Зевсуля Ульт от Элдера Отжимают Нетаймингово отжали Нетаймингово И здесь нужно разбегаться Ну там Ризу все равно Кстати наваляли Несмотря на то Что котел был такой Вот весь жирный и пафосный Но его убивают А с другой стороны Там вся команда релакс Уже очень коцаная И они по одному Вот так вот Медленно уверенно отъезжают Хотя есть байбек от Элдера И вот он стриг 773 колды Забирает спектра Пошла драка дальше Кента не могут забрать Только кента забирают И сразу есть минус Ну размены постоянно И они идут Шива от Батрайдера И упал лишь Тавер На линии Да Ну вот Недооценивают Друг друга постоянно Коллективы Когда идут байбеки Никто на это никак не реагирует Продолжают лезть под фонтаны Там где уже 4 типа Стоит под фонтаном Фуловых Из-за того что они сделали Только что байбек Как-то все Я же говорю Косо, криво Непонятно вообще абсолютно Что происходит Вместо того чтобы заниматься Сносом линии После того как вы сделали Пару минусов Нексты Продолжают гоняться За вражескими героями Как будто Я не знаю Им больше заняться Как будто они закончатся Сейчас Мирану цепляют Спектра Ну не заберет Недостана И улетает Мирана себе Спокойно на базу Да По нетворсу Вот я только Противо внимания Чтобы отрайдер Уже обогнал Эмбера На самом-то деле Это Это уже серьезно Это было серьезно Ну а теперь Как-то Эмбер Вообще Небдительно выглядит И миддл Попытаются забрать Релаксы Ну на самом деле Good luck Have fun Как говорится Потому что там сейчас Ривз стоит С такой ухмылочкой Типичной Говорит Ну мы удачкой Ребята Мантис Будет его Сложно Сложно брать спектру Ну там спектра Стоит просто На hold position И отстреливает Одного Второго Третьего Вообще На пофиге Живет Ей больше Ничего не нужно Котла могу забрать 200 хвою котла Котел уходит Спектра И минус Дредд Да Там в это время На базе уже Крипы развлекаются Пытаются их Теймайвайлд Водить Как-то за собой Там по базе Мантастайл Еще появляется У спектры Ну вот Наконец-то Появляется Мантастайл И с Мантой Можно себе идти Пушить Даже миддл Иллюзиями Отвлекать соперника Эмбер Выход на бэтрайдера Уходит обратно Эмбер Понимает Что здесь Не так все просто Есть котел Котком на КХП Котелу бы еще Какой-нибудь Я не знаю Башер И Тогда он будет суров Я бы просто Подписался на него В твиттере Если бы он Собрал себе Башер Если вис Конечно же Есть в твиттере Не ну Серьезно Среди такого Буду сидеть И топить за котла Если на нем Появится какой-нибудь Башер Деньги у него Есть Не ну Котел с башером Что может быть Вообще гениальнее Ну Если бы еще Башер На способности Работал Вообще Было бы супер Прикинь Иллюминейт с башем С шансом Забашить Ну Это была бы Совсем Имба Короче Зевс только что Дал верхнюю В кентавра И Кентавр Он Кентавр пошел дальше Он да Он вообще не почувствовал У него даже миллиметра Там не снесло 4200 хп Конечно Что значит толще Да У него появляется Алебарда У него появляется Все что ему нужно Ультимейт орб Позволить ему Собрать Что он захочет Ну у него да У него половина Резиста от магии Половина резиста От физухи И И спектра моментально Передбарак Неужели Это случилось Они бьют здания Вместо того Чтобы бежать За врагом Милишный барак Остается Ну вот прыгает Бэтрайдер Там сразу же Зевс Поднимается Ну да Все Минус вторая линия Тут даже можно отойти Там Пойти попытаться На мид заскочить Да Просто убегают Наступил тот момент И спектра в мидле Попытается дальше Допушить тавер Минус тавер И уходит обратно Но все Сделано для того Чтобы зайти Третий раз Ну вот пытается Эмбер эту спектру бить Ой я думал Это у спектры Так быстро хп закончилось Нет это и квал Очень вовремя успел Сфапнуть Мантиса Угу И Кент идет себе Убивать всех Ну Кент там уже залетел Да Убивают Он просто дерется Ну так все правильно Так пошел слип у нас У Дреда Разлом Окей Отжали Отлично кстати Отжали Сталкату должен умирать И Ривз должен умирать Все должны умирать Да Вроде неплохо Повоевали Там правда Зевсуля Так же отправился В таверну А тут еще спектра Фуловая Вот в чем Главная проблема Продолжается Ну там Дифуза Зевса Отправляют Так же в таверну И остается Мирана Здесь же Эх Так же забрать Тут и свап И бочка И все что угодно И Да ГГВП Конечно же Забавно то Чтобы трейдер в слипе Его вышка месит А ему все равно У него есть райвер Да Вот такая вот игра У нас получилась Любопытная Релакс Очень неплохо начали Но В конце Все было Весьма Весьма Грустно Как мы Могли с вами видеть На XKZ Побеждают Сейчас я вам скажу Что там у нас По очечкам Тогда выходит Туть-туть По очечкам У NextOff Тогда получается Сейчас 3-3 А у Relax 2-3 У NextOff Еще один А это последний матч Был для них Да Нет Погоди Что написано А Да-да-да-да Дальше у них Следующая игра Как раз будет у NextOff Да последняя В группе Это против команды Fnatic Все правильно ты говоришь Да я просто посмотрел На порядковый номер А не на количество матчей Они были шестые Просто по порядку Думаю что это за фигня Да действительно Вот 3-3 Последняя игра Максимальный счет у них Возможный будет 4-3 Который им ровным счетом Почти ничего не дает Если только Не проиграют TeamDog Две катки Fnatic Две катки И Rockskiss Одну катку Тогда возможно Что-то и получится Ну Ладно Это все в теории Да У нас пока небольшая Рекламно-музыкальная пауза Друзья После которой мы с вами Увидимся уже на следующем Матче сегодняшнего дня Это Fnatic против NextKZ Далеко не разбегайтесь Увидимся Услышимся с вами Совсем скоро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому